Добрый день, уважаемые любители рыбалки! Сегодня я хотел вам рассказать о такой интересной штуке как флет. Что такое флет-кормушка? Вот она перед нами. Вот это у нас флет-кормушка. Здесь есть такая штука, как форма для набивки прикормки. Вот она, что из себя представляет. Для того, чтобы набить прикормку, мы берем флет-кормушку и набиваем прикормку. Как видите, она не совсем удобная. То она входит, то она не входит. Для этого я долго думал, соображал, как это можно сделать. Вначале сделал из нее форму, гипсовую форму. Вначале получилась такая, потом немножко лучше. Третья уже более-менее. Дальше что я сделал? Попытался при помощи фена и разных пластмасс. Сделать кормушку. Вот какие у меня получились из этого вещи. Ну, конечно, убожество полное. Вот. Это уже не пластмасса, это какая-то резина. Вот. Пакеты. Разные эти бутылки. В общем, получилась полная ерунда. И где-то, значит, сам тебя почитал такое, что есть резиновые формы. Ну, резиновые сделать вообще сложно. Я не читал про резину. Резиновые в домашних условиях это вообще никак. И прочитал я сам такую штуку, как, значит, из строительного силикона. И сегодня я вам покажу, как я делаю силиконовые формы. Значит, для этого нам понадобится силикон, крахмал. Значит, надевать надо обязательно рукавички. Водеть рукавички. Любой крем понадобится. Смазать руки. Надеваем рукавички. Потому что без рукавиц очень плохо. Силикон пристает к рукам. Не получается. Вообще ничего не получается. Все. Заводим пополам. Мы их одели. Если без крема, то вообще ничего не получится, если не оденешь эти рукавички. Значит, дальше уберу какую-нибудь посудину и насыпаю немножко крахмала. Чтобы он не приставал к этой посудине. Дальше выдавливаем силикона. Застыл, зараза. Застыл очень хорошо. теперь насыпаем крахмала там где я считал там было написано один к двум ну я там уже смотрю по обстоятельствам как у меня получается теперь вот эту массу начинаем замешивать значит мешать его надо до момента получения такого не жидкого густого теста представляете если вы не эти перчатки чтобы было срос руками наверное хватит дальше берем самую лучшую форму просто и удавляем сюда долю надо будет хорошо чтобы там все продавилась значит и смотри еще хочу хочу обратить ваше внимание вот эту весь вот смысл верху вот когда мы будем заканчивать форму саму набивку формы оставите смочить больше расстояния для чего получается что вот это вот задняя самостенка зачем больше мы здесь оставим тем получается она толще и это лучше дольше будет служить не порвется но я так думаю оставлю все значит это все находится в квартире и сохнет в течение 24 часов через сутки мы вот это дело подрываем вытаскиваем нас получается вот такая вот формочка вот дальше я хотел рассказать знаете о чем у у нас есть убийца карася всем знакомая всем известная и вот мы обычно как делаем набиваем пружину руками убиваем ее и дальше забрасываем не знаю как у кого у меня на рыбалке от воды от прикормки особенно от ветра очень в руки отрезкается значит и но последняя рыбалка мы придумали такую штуку просто форму набиваю прикормку дальше вдавливаю убийцу карася в жилку не ставлю я чуть-чуть ее подправил и все и забрасываю получается что я с прикормкой меньше общаясь с моим меньше за трогаю руками значит сама меньше моешь руки в воде и получается что они не так сильно трескаются мне это понравилось товарищ меня сам тоже предложил ему ему тоже понравилось и в конце концов вот это вот это прикормка она может быть получается не такая жесткая сам как вот на нижней ружине но сама при забросе сама при ловле рыбы она должна она быстрее будет пылить на церковь она быстрее будет работать и в конце концов это сам просто вытащил поменял вытащил поменял ну вот в принципе и все что я хотел рассказать все будьте здоровы